Субтитры создавал DimaTorzok При этом не чувствуя ничего в своем сердце Стремиться расходовать на каждое полезное дело Определение Карам Это не просто акт щедрости А запредельной щедрости Без ощущения жадности Без таких мыслей, мол, почему я должна это отдавать Расходуешь охотно И расходуешь на каждое полезное дело Это одно из значений слова Аль-Карам Известный имам Аль-Газали сказал Карам это быть щедрым, будучи добрым И давать даже до того, как попросили Делиться в том числе своей едой Делиться всем и едой тоже Щедро И быть вежливым С каждым, кто просит у тебя даже самое ценное То есть слову Карам даются определения Расходовать великодушно Великодушно То есть расходовать охотно В отличие от тех из нас, кто даст И ночью спать не может Зачем тыщу долларов отдал или нищему что-то подарил Это не Карам Это не Карам Карам это не просто отдавать А отдавать охотно С искренним умиротворением И ты не преследуешь корыстных целей И даешь раньше, чем попросят И отдаешь то, что ценно для тебя То, в чем сам нуждаешься Например, еду Высший пилотаж щедрости Тогда кто же Аль-Карим? Всевышний Аллах Каков Аль-Карим? Один ученый сказал Аль-Карим, то есть Аллах Это тот, кто дает Не прося ничего взамен Тот, кто дает Безо всяких причин давать Тот, кто дает Даже когда его не просят дать Он тот, кто дает всем Всевышний Аллах дает Даже грешникам Мусульманин это или неверующий То есть Аль-Карим это тот, кто дает все И при этом каждому Без меры Без просьбы Дает снова и снова Вот это Аль-Карим И поэтому Карим тоже, как сказали ученые Это тот, кто Принимают то, что ему дают взамен Взамен на то, что дал он сам И Аллах отблагодарит Дающего За то, что он дал Хотя изначально Сам же Аллах ему и дал То, что он отдал А пророке Аюбе Аллах говорит Мы нашли его терпеливым Как прекрасен этот раб Так сказал Аллах О пророке Аюбе Воистину он всегда Обращался к Аллаху И Джунейд, ученый Заплакал, услышав этот аят Ему говорят Почему плачешь? Он сказал Разве это не удивительно? Аллах по своей щедрости Дал Аюбу терпение Выносить испытание И когда он проявил терпение Аллах принял это терпение от Аюба И восхвалил его за это Сказав Как прекрасен этот раб Аль-Карим, великодушный Ведь все, что мы отдаем ради Аллаха Откуда мы взяли? Мы не свое Аллаху отдаем Оно изначально ему принадлежало И мы Аллаху принадлежим И к нему вернемся Но все же, когда мы отдаем ради Аллаха его дары Он за эту малость нас еще и вознаграждает И еще, кстати Еще одно значение Аль-Карим И это величие Почему? Потому что у арабов Вообще-то это в природе каждого человека Но арабы этим особенно гордятся Тот, кто щедрее остальных Самый благородный Того, кто щедрее других Больше почитают в любом обществе То есть, несмотря на то, что слово Аль-Карим буквально означает Великодушие Также это означает Уважаемый и благородный И это объясняет Почему Аллах называет Трон великим Трон ничего не дает людям Но трон великий Арш Трон Самое величественное творение Аллаха Также и Коран Называют Аль-Каран Аль-Карим Воистину Это благородный Коран Так Аллах в Коране сказал Коран благородный Потому что Он дает тебе все Прямой путь Духовную пищу Смысл жизни Он дает тебе веру Дает тебе все Что тебе нужно Коран благородный И он великий И также Из значений Что Аллах Аль-Карим То, что Аллах Настолько великодушен Что он любит Чтоб мы просили Его проявить щедрость И на самом деле Если вы не просите Аллаха То его это даже гневает Потому что Ты не просишь Его И это Не похоже На его творение Никто не великодушен До такой степени А если у других сил Вместо Аллаха Просите Это может расценено Даже как многобожие Если просите Идола Или ложное божество Но даже если Человека просите Понимая Что он не Бог Вы должны осознавать Что это Аллах Внушил ему Помочь мне И наш пророк Салли Аллаху Аляхи Ассалям Напомнил нам В хадисе Ат-Тирмиди Говорит Когда просите Аллаха Когда взываете К Аллаху Прося о чем-то Просите Побольше То есть Просите Больше Чем то Что изначально Пришло вам на ум Побольше Просите Хотите Миллион долларов Не останавливайтесь Просите Десять Хотите В рай Не говорите О Аллах Сделай меня Хотя бы Последним Человеком Кто войдет В рай Впусти В крайний Райский Дом На Атшибе Просите Джанна Тульфирдаус Высший рай Это же Великодушный Господь Ты просишь У Аллаха У которого Есть все Так что Не мелочись Прося Великодушного Об этом Говорил пророк Не мелочись Ты же не К человеку Пришел Просишь Стесняешься И миллиона Я вам не дам Если повезет Дам десятку Если надо Нет у меня столько Я же не великодушный Аллах Но когда Всевышнего Аллаха Просите Просите О самом Большом Что приходит На ум Ведь вы имеете Дело с Великодушным И это Повеление Пророка Салаллаху Алейхи Ассалям Итак Посланник Аллаха Сказал Когда кто-то Из вас Просит Дуа Пусть Просит Побольше Больше Пусть просит Ведь поистине Он просит Своего Господа Господа Великого Трона Великодушного Итак Имя Аллаха Аль-Карим Значит Что Аллах В сущности Великодушен И Он Великодушен Всегда А что касается Другого имени Аль-Акрам Оно означает Что Аллах Самый Великодушный Никто Не может Соревноваться С Аллахом В Великодушии Что интересно Братья и сестры Акрам Это первое Имя Которое Аллах Ниспослал В Коране Сура Сгусток Читай Во имя Самый Великодушный Первое Имя Которому Аллах Нас научил В Коране Это Аль-Акрам И это Напрямую Относится Ко всем Даже Агностики Даже Атеисты Как вы Можете Отрицать Все эти Милости Вокруг вас Кто Вам Дал Их Господь Твой Самый Великодушный Твой Господь Аль-Акрам Дал Вам Все Это Имена Аллаха Аль-Карим И Аль-Акрам Во-первых Учат Нас Ценить Дары Аллаха Все Что У нас Есть От Аллаха Я Дарил Вас Сполна Своими Явными И Незримыми Благами Аллах Окутал Тебя Своими Дарами Видишь Ты Их Или Нет Скрытыми И Явными Некоторые Вы Видите А некоторые Из Его Даров Невидимы Второе Мы Должны Понимать Что Аллах Великодушен Ко Всем К Мусульманами Неверующим Верующим И Грешникам Что Означает Что Не Обманывайся Если Ты Богат Это Не Значит Что Аллах Тобой Доволен И Аллах Говорит В Коране Мы Это Вчера Читали Каждого Из Тех И Других Мы Наделяем Дарами Твоего Господа Аллах Говорит Мы Даем Каждому Праведным Людям И Неправедным Грешным Мы Каждому Даем Из Даров Твоего Господа То Есть Аллах Великодушный Поэтому Только Из-за Того Что Ты Богат Успешен Известен И Везуч Это Не Значит Что Аллах Доволен Тобой Нет Ведь Какой Истинный Признак Свидетельствующее Довольствие Аллаха Самый Почтенный Из Вас Пред Аллах Самый Богобоязненный Это Из Корана Вот Истинный Признак Свидетельствующее Довольствие Аллаха Тот В Ком Больше Богобоязненности Именно Это В Человеке Свидетельствует О том Что Аллах Им Доволен И Когда Мы Поняли Что Всемогущий Аллах Великодушный Теперь Мы Сами Должны Проявлять Великодушие В жизни Хадис Из Муснад Ахмада Поистине Аллах Великодушный И Любит Великодушие Поэтому Великодушие Это Признак Имана Веры Великодушный Любим Аллахом Любим Ангелами И Любим Людьми Его Семьей Соседями А Скупой Жадный Презираем Аллахом Презираем Друзьями Семьей Соседями Всеми Презираем Жадный Человек Кто Верит В Аллах И В последний День Пусть Проявляет Великодушие К Своему Соседу И К Своему Гостю Если К Соседу И Гостю Великодушие Предписано К Семье Тем Более К Детям Тем Более К Родственникам И Последний Вернемся К Аяту Корана В котором Аллах Упоминает Своё Имя Аль Карим Всевышний Аллах Говорит О Человек Что Ввело Тебя В Заблуждение Относительно Твоего Великодушного Господа Какой Сильный Красивый Аят О Человек Что Заставило Великодушному Господу Как Можешь Игнорировать Веление Аллаха Как Можешь Не Поклоняться Аллаху Что Ввело Тебя В заблуждение Относительно Твоего Великодушного Господа Который Все Дал Тебе И Продолжает Давать Продолжает Одаривать Тебя В этом Мире Даже Если Не Поклоняешься Потому Что Он Великодушный Но Чем Ты Ослеплен Чем Ты Обманут Великодушный Любишь Прощать Прости же Нас Пусть Аллах Всемогущий Навелик Прольет На нас Своё Великодушие И сделает Нас Из тех Кто Ценит Его Великодушие Которое Аллах Проявляет К нам Каждый День Ассаляму Алейкум Варахматуллах Вабаракатух Продолжение следует...